Леночка, добрый день, дорогие наши подписчики, добрый день. Здравствуй, Катерина. Я хочу сегодня тем людям, которые нас будут слушать, с огромным удовольствием, с огромной гордостью представить, Лена, тебя как человека, которого, вот, человека, женщину, которую я очень уважаю, которую, наверное, вот моя душа полюбила с первой минуты, как я тебя увидела, на видео тебя увидела, и просто, знаешь, вот какое-то пошло очень сильное притяжение, и моя душа не ошиблась. Я представлю тебя нашим подписчицам, нашим слушателям. Елена Габриэла Аронов, официальный представитель Института Адинзовса в России, Казахстане, я знаю даже эту историю, как это все происходило. Елена Аронов, официальный представитель Института Алмазного огранщика Майкла Роуча по организации проведения тренингов и обучения в России. То есть вот это масштабы, масштабы личности, масштабы возглавления таких направлений, достаточно серьезных, вот для такой тонкой, нежной женщины, да, тема бизнеса, тема трансформации личности, кармический менеджмент, экономика, бизнес в сфере у Исхака Адинзуса, одного из самых сильных экономистов в мире. Лена, как это сочетается в твоей вот этой нежной, кудрявой такой головочке? Мы с тобой давай сегодня поговорим о женственности, да, о целостности женской личности и о тех инструментах, которые тебе позволяют это все, сочетая в своей жизни, быть успешной. Кать, ну я, конечно, очень счастлива любому общению с тобой, потому что начиная с 2011 года, я думаю, вспоминая как раз-таки этот момент, я вспоминаю вот тот свой образ и то свое состояние. И когда ты меня пригласила на это интервью и сказала, что мы сегодня поговорим о женственности, у меня прям, знаешь, чокнуло внутри, потому что я себя вижу совершенно иначе. То есть внешне вот все вот это, это, скорее всего, умелая подача и понимание своей сущности изнутри. И огромное-огромное спасибо моему стилисту Эйме Степановой, которая на самом деле сделала меня целостной. Значит, а вот внутреннее состояние, это стержень, это вот тот стержень, который, наверное, трансформировался неоднократно и до сих пор трансформируется. И здесь вот я бы хотела заострить на этом внимание, потому что всегда очень важно для женщины, как ее видит мир. И в первую очередь она задает вопрос именно туда. И вот для нее очень важна обратная связь, которая приходит из этого мира. И эта обратная связь для нее является, как вот, знаешь, теми бутончиками, цветочками, улыбками. А вот для меня на самом деле сейчас, вот на сегодняшний день, совершенно иное состояние. Когда-то, много лет назад, когда я была мамой трех детей, когда я была замужней женщиной, когда я понимала, что я только-только встаю на ноги, вот все вот эти вот элементы, они были, они присутствовали. Но переживая определенные события в своей жизни, особенно развиваясь и развиваясь в состоянии духовного, физического и, скорее всего, эмоционально-психологического вот такого аспекта, я поняла, что чем больше я извне получаю ответ, как мир на меня реагирует, тем больше меня вот так вот шатало. И вот эти все колебания я терпела ровно до того момента, пока в один прекрасный год в моей жизни просто как вот песочная башня или замок, просто не рухнуло все до дна. И вот здесь начинают проявляться самые-самые истинные внутренние качества и возможности меня, как вот той самой Елены Габриэллы. И вот тогда, наверное, впервые я посмотрела вглубь себя и задала себе другой вопрос. А какой ты себе видишь? А какие резервы у тебя есть для того, чтобы, видя вокруг абсолютно испепеленное поле, ты смогла встать на ноги, ты могла двигаться, ты могла не потерять себя профессионально, ты не смогла себя бы потерять внутренне, не только эмоционально, но и духовно, и что ты можешь дать этому миру? И вот это для меня была точка отправления, когда из длиннющих прямых волос, собранных постоянно в пучок, потому что так требовал мир на тот момент. Бизнес и женщина – это абсолютно сочетаемые вещи в моем понимании, но это всегда шаблоны. То есть ты должна соответствовать стандарту, который тебя будет воспринимать. Прежде всего, мужчина-партнер, мужчина-клиент, потому что больше все-таки мужчин вокруг в бизнесе. И более того, когда мужчина-клиент, и он еще и ожидает от тебя колоссальных изменений в его бизнесе, он перекладывает свою ответственность, вот то, что он сделал в этой жизни, на твои якобы вот эти хрупкие плечи. И вот здесь вот в эти самые моменты я всегда, 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 подчеркну большими буквами, возвращалась к учителям, с которых у меня начинался вот первый мой стоп. И, конечно, когда я говорю, мне крайне повезло, что я в своей жизни встретила Исхака Адизуса, то есть с большой буквы. Ты знаешь, что тебе не повезло. Ты же знаешь, что ты все создавала сама, Лен. Вот я и хочу к этому подвести. Почему я и сказала, крайне повезло? Потому что внешнее восприятие мира именно такое. Внешне, когда на тебя смотрят люди, они думают, что почему-то это тебе все свалилось. И вот так вот вдруг раскрылся твой внутренний потенциал, как мы это говорим, вот эта внутренняя capacity, да? И вдруг ты получаешь позицию регионального директора Института Казахстана и России. Я помню, Лена, Боже, какая же ты умничка, что ты это проходила. Я помню, я никогда не забуду это состояние, когда я прилетела в Казахстан. У меня уже был довольно большой профессиональный опыт работы в серьезных командах, делать действительные исследования. Но когда ты работаешь в команде, это одно. А когда перед тобой стоит человек, у которого 40 лет опыта. То есть кто видел доктора Адизеса и видел его глаза, вы просто меня поймете. Это достаточно вот просто сверлящая внутренняя вопрос. И он мне говорит, значит так, скажи мне, пожалуйста, у меня для тебя есть предложение, но хочу задать тебе несколько вопросов. Ты вообще способна летать? Потому что на тот момент я жила в Соединенных Штатах. И у меня уже была компания там. И дети, естественно, все как-то вот было в одном месте. Я говорю, да, конечно, я бы с удовольствием там поработала на родине, потому что я родом из Казахстана. Хорошо, замужем? Я говорю, нет. Он говорит, дети? И я говорю, двое. А есть кому за ними посмотреть? Я говорю, нет. И он говорит, и ты готова к релокации? Я говорю, абсолютно. Но, говорит, вот такие сумасшедшие мне и нужны. Понимаете, вот это вот и есть вопрос вашей внутренней целостности. Целостности, когда вы понимаете, что есть внутренний стержень. У этого внутреннего стержня всегда, как я говорю, где бы вы ни находились, на каком-то этапе происходит коррозия. И вы понимаете, что у вас вот начинает шатать, потому что вы реагируете на внешнее. Я в момент тех перемен, которые произошли в течение 7 лет назад, закрылась. И вот тот внутренний накопленный потенциал энергии я пустила не во внешнее, чтобы меня приняли вот такую бедную, несчастную, прошедшую море испытаний, а наоборот опустила вовнутрь и стала залечивать вот эти ржавчины. Да, это было сложно. Да, в тот момент я сейчас вот листаю свои фотографии, смотрю на себя, просто железная тетка. Вот железная тетка, которая собралась, у которой был панцирь, такая броня. Я переехала в Казахстан. Я помню, как впервые я зашла в кабинет министра республики, и мне говорят, ну что ж, мы вас поздравляем с почетной должностью регионального директора. И вот в вашем распоряжении, холдинг Самрук Казана, там всего-навсего 250 компаний, из них 50% некоммерческих и 50% коммерческих. Работать вы будете 18 часов в сутки. И вот казалось бы... Я думаю, что слабенькое все за решение, да? Да, 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 да. И я тогда в этот момент стала понимать, к этому ли я шла, этого ли я хотела. Да, спросите тебя, спросите, что тобой двигал? На тот момент... Идея или что тебя, что тобой двигало? Вот на тот момент, 7 лет тому назад, мною двигало желание выжить. Выжить и на самом деле показать этому миру, на что я способна. Вопрос, правильное ли это было намерение. В тот момент, да. Если бы в тот момент я не собрала вот так вот все внутри, и вот этот вот, еще раз говорю, там, полистайте мой Фейсбук, вы увидите как бы всю трансформацию, которая проходила, все митинги, которые мы делали. Вы просто, еще раз говорю, увидите тетку в больших очках, с убранным волосом, с вот этим вот каменным лицом. Но я понимала, что я хочу пройти через этот момент. Лена, я бы хотела тебя вернуть, потому что многие женщины разные у нас, и мужчины будут смотреть. Многие думают, что вот есть ли яркая личность, есть ли сильная, да, опыт. Никто не заглядывает вот этот опыт трансформации. Ты просто расскажи буквально пару слов о том твоем состоянии, когда ты была полностью развитой, и что с тобой происходило с состоянием здоровья, и что с тобой вообще происходило, и какие ты находила жизненные ресурсы, для чего, вот чтобы просто жить, потому что я знаю, что это проходило, и как ты проходила. Да, на самом деле этап, конечно, был очень непростой, потому что за очень короткий промежуток времени из моей жизни ушли самых четыре близких человека. У меня умерла дочь, у меня умерли родители, умерла бабушка, которая меня воспитала. И вот после четвертых похорон просто у меня не выдержало уже тело, я уже не говорю про психику, и фактически полностью отказали ноги. И вот знаете, я очень часто сейчас провожу много консультаций, ко мне много обращается женщин, которые говорят, ну это же просто стыдно видеть себя вот там в состоянии разобранном, но я ничего не могу с этим поделать. Вот знаете, в английском языке есть такое слово embarrassing, оно даже больше, чем стыд, это внутренняя ненависть. И вот вы знаете, как, видя себя, можно себя ненавидеть, когда рядом с тобой 14-летний сын, носящий тебя на руках до туалета и обратно, а рядом вот здесь вот мои ребята из офиса установили мне столик с компьютерами, и у меня абсолютно работала голова, и я понимала, что я могу продолжать работать, но я не могу двигаться. Вот это состояние внутреннего стыда. Почему? Потому что осознавая корень вот того, что с тобой происходит, можно впасть в два состояния. Можно начать страдать, жалеть и обвинять мир в том, что с тобой так произошло. Я выбрала другое. У меня на тот момент, я не была еще знакома с Майклом Роучин, я немножко позже сейчас расскажу, как это все сконнектилось, но я уже на тот момент очень глубоко была знакома с философией доктора Адизеса, который не так много говорил о личностном развитии, больше это касалось бизнеса, но так как я человек, который занимается бизнес-кассатингом уже 17 лет, я все это умела состыковывать и переводить на себя, как на организм, потому что компания организм, и ты, в принципе, система. И в этой системе всегда существует некая закономерность. И вот получается, моя закономерность пошла таким путем, когда компания рушится, начинает делать что? Увольнять людей, сокращать ресурсы, сокращать расходы, чтобы сэкономить хоть какой-то внутренний потенциал и выжить на этом пути. Вот я выбрала такой путь. Я закрылась полностью, я собрала весь свой внутренний потенциал, со мной стал работать один из лучших просто мастеров йоги, который сказал, что все на нервной почве можно убрать, потому что то, что проявляется в теле, это всего лишь результат. Причина всегда в голове. И я в это свято поверила. И вот, выходя из вот этого круга, я поняла, что нельзя себя потерять, когда у тебя есть внутренний стержень. Нельзя себя... Можно в этом стержне дать коррозию. Можно в этом стержне иметь какие-то изъяны. Но если он существует, то гораздо легче им заниматься и излечивать, нежели вот просто рассыпаться и посмотреть во внешний мир. И мне действительно удалось в течение года восстановиться. Я вела несколько своих клиентов вот буквально в собственной спальне. И затем стала двигаться, двигаться, двигаться. И вот так у меня была релокация в Казахстан. Это был уникальный, конечно, опыт работы с мужчинами. С мужчинами, которые акулы. С мужчинами, у которых вот эта вот гамма-альфа-самца такая довольно сильная. Но вы знаете, что я обнаружила? Самое удивительное, что даже самый сильный мужчина в какой-то момент хочет снять с своих плеч этот груз, и ему все равно, на чьи плечи он это положит. Вот так происходит и в наших отношениях. Когда приходит совершенно удивительная женщина, и она говорит, ну как же так? Он сколько лет тянул всю семью. Все было так замечательно. Он был в таком потенциале. Все было просто ярко и красиво. А теперь вот на мои хрупкие плечики все упало. И я всегда задаю один вопрос. Ты? Где в этот момент ты? Почему ты считаешь, что мужчина, который рядом с тобой, у него должен быть стержень, который никогда не будет сломан? А где тогда ты? Твое состояние или твое убеждение внутреннее или понимание этого мира, в котором ты готова принять ответственность? Ведь отношения и отношения... Мы любые можем сейчас рассмотреть отношения. Отношения партнеров, отношения в семье родственников, отношения в компании. И всегда, всегда мы придем к двум составляющим. Соединяя друг друга, мы образуем вот этот вот общий стержень, где все всегда практически равно. Я готова принять на себя ответственность, когда ты не можешь ее нести. Я готов дать тебе столько состояния благости, сколько ты можешь принять, потому что я это делаю в состоянии избытка. И вот когда мы живем в любом партнерском соотношении и состоянии избытка, то тогда, конечно, нам легче балансировать и приходить к вот этой целостности, о которой Катя спрашивала. На мой взгляд, когда целостность теряется, как мы это видим? Это начинаются перекосы. Когда возьмем просто супружескую пару или пару в отношениях. Перекос, на мой взгляд, когда женщина становится потребителем. И это очень легко. Если мужчина силен, если мужчина финансово состоятелен, если он создает обстановку для того, чтобы все было в состоянии комфорта, и женщина просто это потребляет и не пользуется этой базой для того, чтобы развивать свой внутренний потенциал, то ресурс просто от нее уходит. Потому что сейчас я пока не забегаю еще в систему кармического менеджмента или в систему алмазной мудрости. Мы так думаем, что все, что к нам приходит, будет у нас вечно. Но вот здесь я хочу сказать, стоп, пауза. Так не бывает. Так не бывает. И вот этот вопрос меня очень сильно волновал. Очень сильно волновал. Я всегда думала, ну как же так? Успешная, комфортная, с детьми, за границей, все абсолютно надежно. Казалось бы, ну такой фундамент, который не рухнет никогда, уходит из-под ног и еще и с собой забирает самых дорогих и близких тебе людей. Почему это происходит? Многие говорят, это наказание. Можно посмотреть и такими словами, но я все-таки с огромным уважением всегда отношусь ко всем религиям, но хотела бы уйти вот от аспекта любых регилиозных терминов, да, потому что в нашей жизни существует логика, существует процесс, причина, следственных связей. И вот если мы когда-то, в какой-то момент, при определенных обстоятельствах начинаем задавать себе вопрос, а как устроен этот мир? А почему в моей жизни с определенной скоростью, с определенной частотой повторения происходят одни и те же вещи или даже усугубляются? И вот это, Катя, был мой самый главный мотиватор. Поэтому, когда я, в общем-то, вышла из состояния, что мне нужно было выжить, мне нужно было сделать первый шаг, мне нужно было создать вновь материальную базу, потому что я убеждаюсь на своем собственном опыте, многолетнем опыте, и как профессиональный психолог, как профессиональный уже руководитель крупных организаций, я понимаю, что когда человек начинает терять почву под ногами, вот ту самую фундаментально финансовую почву, ему не до каких-либо элементов развития, элементов вот этого сферического образования. Почему? Потому что есть нужда. Есть нужда, которая тебя заставляет закрывать конкретные дыры, потому что вот конкретно в этом моменте есть у тебя люди, которые от тебя ждут. Это могут быть дети, это могут быть родители, или это может быть просто даже круг, постоянно ждущих от тебя фундамента. И этот этап нужно пройти, и нужно проходить этот этап, даже если ты должна в этот момент становиться просто какой-то теткой. И вот я прекрасно помню, когда у меня закрылся финансовый вот этот вот пробел, который, в принципе, вынуждал меня быть вот в этой броне, работать по 18 часов. Я уже достигла финансового состояния, у меня поправилось здоровье, у меня улучшился эмоциональный фон, и вот здесь начинает открываться следующий уровень, следующая ступень, когда я себе сказала, я хочу быть женщиной, но я хочу быть женщиной, которая в балансе впишется в тот мир и в тот опыт, который я уже заработала. Я не хочу с этим прощаться, я не хочу стать вновь просто чьей-то любимой женщиной-содержантой, я не хочу стать просто женой, которая уйдет в борщи, в кастрюли и в обслуживание. И тогда я нарисовала себе просто такую картину и поняла, вот что бы мне помогло, какие принципы меня бы мотивировали. И первое, что мне пришло в голову, что все, что я бы не делала, я хочу продолжать делать с легкостью и с любовью. Пусть это будет бизнес, пусть это будет личная жизнь, пусть это будет воспитание моих детей, но я хочу снять с себя вот эту маску железной леди и делать все с любовью и легкостью. И это, наверное, был самый сложный такой момент, потому что я делала принцип, знаете, как Экзюпери говорил, маленьких шагов, да, научи меня делать маленькие шаги. Я маленькими шажками училась просыпаться, заходить к детям и говорить мягким голосом, нетребовательным, не таким, что так, ребята, у нас всего 15 минут, быстро все собрались, форма здесь. Нет, а я просто так заходила, как зеркало, Лена. Я приходила и говорила, ребята, вы знаете, а если вот сегодня мы с вами спланируем наш день вот так? Я видела вот такие глаза моего ребенка, которая со мной, старший сын-то со мной практически в 12 странах мира поработала, побывала, младшая вот только в 4. И она говорила, мама, у тебя все в порядке? Я начинала в этот момент понимать, что ага, значит, мои дети считают нормальным уже для себя видеть просто женщину-тетку, женщину-холодную. Да, то есть они стали адаптироваться под это. И я понимаю, что делая такие шаги, я просто калечила субтинных детей. Тогда я стала вводить правило второе. Дамские радости это обязательная составляющая моей жизни. И я стала это делать не одна, а стала это делать со своей дочерью. На тот момент ей было 9 лет, и я стала говорить, окей, мы с тобой вместе пойдем в салон. У нас с тобой сегодня будут маленькие женские радости. И, во-первых, это очень здорово, потому что ты можешь поделиться с девочкой, да, вот этим состоянием. Но самое главное, вы знаете, мы всегда думаем, что наши дети, я очень часто слышу, когда говорят, наши дети это наше наказание, наши дети это наше испытание. Два пришла к тому, что наши дети это невероятный источник, который мы либо видим, либо не видим никогда. И я в своей девочке, вот в этой вот, ну, не хрупкой, они не будут хрупкой. Да. Девочки у меня крупные, не хрупкой. Но в своей девочке я увидела источник. Источник вот этой вот женственности, которому я могу начать учиться, будучи уже за 40. И я понимала, что это возможно. Главное, никогда в этот момент себя не осудить, а наоборот, порадоваться. Потом, когда вот эти изменения начали проходить, я чаще стала слышать от своих детей, мам, ну вот здесь ты должна, мам, ты вот здесь должна. Почему? Потому что я так всегда говорила. И я сделала правило в доме, которое у нас было везде, я никому, ничего не должна. И каждый раз, когда я спотыкалась на грабли в разговоре с собственным окружением, и вдруг говорила, так, вы мне должны вот это сделать, или так, вам необходимо это сделать. И я начинала уже понимать, как я взвешиваю в своей голове отношения к этим людям. Говорю ли я это из состояния высокомерия и приземления, и вот занижения их способностей? Говорю ли я это из состояния, что я верю, что в них есть достаточно мудрости, знаний, справиться самим с этим? И опять это вот, видишь, вот мы говорим про целостность, Кать, это везде. Это и в моей компании с моими сотрудниками, это и в моей семье, это и с моим партнером, это и как раз-таки отношения с самой собой. Когда ты больше себе в приказном тоне не говоришь, так, встала и пошла, ты спрашиваешь, будет ли мне комфортно, да, будет ли мне комфортно, если я все-таки сейчас этот резерв, вот перезапущу, встану и пойду. И самое главное, из этого вытекло вот первостепенное правило, я перестала абсолютно реагировать и даже искать потребность услышать то, о чем говорит от меня, то, как обо мне говорит внешний мир, я стала спрашивать себя, что я о себе думаю, как я себя вижу и насколько мне с этим комфортно. И последнее, то, что я просто ввела и делаю это по сей день и везде, и в любую погоду, шпилька, как стержень красоты и как стержень настроения. Потому что мы на самом деле, как только опускаемся на вот эту платформу кроссовок, удобной, комфортной обуви, бесконечное вот это вот состояние всегда чувствовать почву под своими ногами, мы прекращаем становиться гибкими и умеющими держать баланс. Бабочками. Вот такими, как у тебя там. Брошечка. Да. Вот я, кто меня знает, я абсолютно вот фанатка всех бабочек. И вот эта легкость, вот эта грация, и ведь эта грация, и вот эта легкость, и вот это умение двигаться элегантно, не спеша, но при этом целеустремленно, она пропадает. Она пропадает, как только мы встаем на массивную, удобную, комфортную обувь. И я сейчас, когда разговариваю с женщинами, я всегда их спрашиваю. Первый вопрос. Как вы себя ощущаете? И как часто вы одеваете туфли на каблуках? И сейчас начинают, ну ты же понимаешь, мы в мегаполисе. Я говорю, вот я же понимаю сразу же в этот момент, что вы просто консервируетесь, и процесс вот этой консервации вас начинает устраивать. Но если вы консервируетесь, если вы закрыты к изменениям, тогда как вы ждете, что ваша жизнь станет другой? Поэтому важно понимать, что женщина, это не рождена для того, чтобы обслуживать. Женщина рождена для того, чтобы мотивировать. Женщина может мотивировать, вдохновлять в любой области. И если у вас есть экспертиза в каком-либо профессиональном спектре, никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не отказывайтесь от этого. Вот это для меня состояние целостности. Вот то самое, вот пусть он сердечком, кружочком, большим глобусным шаром, потому что вот эта экспенсия, она растет только тогда, когда тот опыт, то время, все, что мы инвестировали в себя, и при тех ресурсах, которые нам дают, я сейчас объясню, откуда приходят эти ресурсы, которые нам дает внешний мир, когда они гармонично складываются, вот только тогда растет экспенсия. Если мы потребляем, 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 прям вот просто смотрите, потребляем, потребляем, что происходит с источником, он иссыхает, он иссыхает, он закрывается, и мы как потребитель до сих пор есть, а источник закрылся. И вот здесь вот, когда я разбирала эти моменты, я также встретилась с еще одним учением, с еще одним великим учителем, который зовут Майкл Роуч, я счастлива, что в какой-то момент, как говорится, мои уши способны были еще слышать. И сейчас я, когда все больше и больше стала читать материалы «Алмазного огранщика», когда я стала видеть новые книги, которые выходили, например, там, «Кармический менеджмент», или я с огромной радостью, покажу у меня вот в кабинете всегда вся литература за собой, допустим, книга «Карма любви». Вот я покажу Майкла Роуча, светящаяся улыбка совершенно. Улыбка такая на лице, мне так нравится, да. Светающий человек, да. Я стала все больше и больше вникать в систему, о которой говорит Майкл Роуч, и которую он преподает на своих семинарах, потому что существует институт, который называется «Даймонд Каттер Институт», он находится в Аризоне, имеет несколько представительств. И вот, понимая как бы глубину, я пришла, наконец-то, к ответу на мой вопрос, а как же устроена эта жизнь? А в чем же основной принцип? И Майкл Роуч очень доступным языком, очень качественным, скажем так, в процессе понимания, вот нас, обывателей, да, передал глубокие философские знания, которым уже больше 10 тысяч лет. Значит, «Алмазная сутра», на которой основаны многие книги, ей больше 200, 2500 лет, он передал основной принцип, который называется «Принцип кармических семян». И здесь вот еще раз оговорюсь, что я с глубочайшим уважением всегда отношусь ко всем религиям, ко всем национальностям, ко всем культурам, потому что мы обогащены вот этим вот процессом. Но есть некий стержень. И вот для меня этим стержнем на сегодняшний день как раз-таки и стала философия алмазного огранщика системы кармических семян. В двух словах, как это работает? Представьте, что мы в эту жизнь приходим с двумя каналами, с двумя источниками. Я всегда говорю, два мешка, которые нас либо обогащают, либо утяжеляют нашу жизнь, либо делают ее просто пустой. Как это происходит? Один позитивный, то есть огромное количество позитивных семян, а другой негативный, огромное количество негативных семян. Вопрос, откуда они берутся, как вообще в эту жизнь мы приходим с какими-то там семенами? Если более подробно и интересно, мы можем потом с Катей сделать прям тренинг на эту тему и дать базовые основы по системе алмазного огранщика. А сейчас я хочу сказать просто очень коротко. Наши глаза, наши уши, наш рот и те действия, которые мы соблюдаем, все имеют как бы внутреннюю видеокамеру. И вот то, что мы видим и как мы это воспринимаем, то, как мы говорим, то, что мы слышим и то, как мы действуем, это все откладывают некие отпечатки. Еще раз говорю, я скажу сейчас очень поверхностно, но все-таки доступно, это можно будет вам понять. Те отпечатки, которые у нас остаются, они нам на сегодняшний день дают как на белом экране, который перед нами находится, зеркальное отражение. То есть, если я сейчас в своем пространстве вижу вот такую духовно красивую, элегантную Катерину, которая улыбается, которая такая солнечная, которая делится знаниями с огромным количеством людей в бизнес-пространстве, в женском пространстве, которая для меня вот всегда очень важно было, то, что Катя работает и с женской аудиторией, и с мужской аудиторией, потому что это всегда баланс, это всегда плюс и минус. И я тогда могу сделать определенные выводы. Значит, в свое время, когда-то в прошлом, я совершала определенные поступки или я совершала определенные мысли или определенные действия, которые передо мной сформировали вот эту Катю. если бы я по отношению к мужчинам и женщинам относилась хуже, если бы я была более гневливой внутри, если бы я была более завистливой, то я бы не видела Катю красивой, я бы наоборот извергала из себя слова, мысли и действия, говорящие о том, что, ой, ну надо же, и пиджачок-то у нее с цветами, и улыбочка-то у нее с помадой. То есть, понимаете, вот я хочу, чтобы вы почувствовали разницу, как мы формируем свое настоящее. То, что я имею здесь сегодня и сейчас, вот без десяти, там два по Москве, да, вот в этот день, я это сформировала сама. И поэтому больше вот это вот как будто бы мне повезло в моей жизни перестало иметь место. Оно перестало существовать. Я больше не перекладываю ответственность за то, что происходит со мной сегодня, а главное, за ту боль, которую я перенесла много лет назад на других людей, потому что нет виноватых. И нет виноватых по той простой причине, что нужно очень глубоко отследить вот эту причинно-следственную связь, «А как я думала в тот момент?» «А как я говорила в тот момент?» «А как я совершала действия в тот момент?» И 99% у всего этого, «А с какой мотивацией?» «Какова была моя мотивация?» И если я знала, что 7 лет назад, когда я просто не могла двигаться, и я понимала, что я хочу выжить, но у меня не было озлобленности на этот мир, мир стал разворачиваться для меня в отсутствие озлобленности, ко мне стали приходить люди, которые, видя, в каком я состоянии нахожусь, готовы были протянуть руку помощи. И я только сейчас, вы не подумайте, что «Ой, ну надо же, какая она теперь вот вся такая окрыленная, вся такая знающая систему семян вдруг заговорила, что она так легко все пережила». Нет, Катя знает, через что я прошла, и это не один день работы, даже не один год работы. Но вопрос, хотела ли я изменить свое будущее и понимала ли я, что это на 100% возможно. До тех пор, пока я не познакомилась с системой кармических семян, пока я не познакомилась с философией алмазного огранщика Майкла Роучек, не верила. Не верила, потому что в нашей жизни что-то то работает, то не работает. И когда я поняла, что есть инструмент, и вот мы сегодня немножечко больше поговорим именно о кармическом менеджменте, как об этот инструменте, как об определенном кусочке из огромной философии, которую преподает Майкл Роуч в 12 уровнях, и она абсолютно находится сегодня в доступе во многих странах мира, я теперь понимаю, что я могу изменить и построить свое будущее иначе. Давайте я немножечко срезюмирую, потому что информации много, значит, то, как мы видим себя сегодня. Прямо вы можете взять блокнот, вы можете просто отключиться на несколько минут от этого экрана, поставив его на паузу, если вы будете смотреть это в записи, и записать, какие положительные вещи со мной происходят сейчас, и какие отрицательные вещи со мной происходят сейчас. На этот момент я знаю, что ни одна и ни один из вас не примут это сразу 100%, как вами совершенные действия. Но попробуйте, попробуйте хотя бы 3 минуты напротив каждого записанного положительного действия покрутить картинку назад, просто как кино, кадрики назад, и вспомнить, если вы видите, что рядом сейчас с вами заботливый мужчина, который очень к вам лоялен, который очень к вам снисходителен, который одаривает вас, который воспринимает вас такую, какая вы есть, как вот сейчас это происходит в моей жизни, то задайте себе вопрос, а к какому количеству людей вы относились так же? И кто это был? Посмотрите сейчас на своих детей. Если вы видите детей, которые конфликтные, которые эмоционально извергают нестабильно свои эмоции, которые обвиняют вас, если это уже взрослые дети, потому что маленькие, больше хочу-хочу, и вот эти даже хочу-хочу у ребенка просто так не проявляются. Они проявляются от того, что у нас есть бесконечное, помните, я говорила, поедание ресурсов, которые у нас есть. А теперь возьмем негативную сторону, то же самое. Если вы сейчас, например, в бизнесе, в каком-то проекте, у вас есть партнер, который вот прекрасно с вами проработал несколько лет, вы развивали проект вместе, вы двигаетесь, вы понимаете, что у вас все взаимно, и вдруг, в какой-то момент, этот партнер исчезает с деньгами, остается таким же милым, но абсолютно недоступным ни по телефону, ни по какой-либо другой форме связи, и вы первое ощущение, какое вы получаете? Я обманута, меня обворовали, у меня забрали все, я горбатила на этот бизнес, там, я не знаю, 10 лет у меня забрали все. И он такой-сякой, и начинается список. Вот когда это происходит, или если это было в вашей жизни, попробуйте раскрутить хотя бы на 5 лет, хотя бы на 5 лет назад, те моменты, с которыми вы подходили к любым проектам. Что произошло, что вы увидели? Вы увидели, что партнер не сдержал свои обязательства. А не хотите ли вы задать себе вопрос, как часто вы сдерживаете свои обязательства? И не в больших аспектах, а в очень маленьких, по мелочам. Мама, мы сегодня идем в кино? Да, в 6 часов. Ой, нет-нет-нет, не могу в 6 часов, давай в 8. Ой, слушай, позвонила подружка, надо с ней посидеть, обязательно поговорить. Иди, сынок, в свою комнату поиграй, сегодня мы в кино не идем. Вот если вы считаете, что вот эти ситуации из вашей жизни проходят бесследно, то вы глубоко ошибаетесь. Вот в этой, с одной стороны, простоте, а с другой стороны, глубине осознания вот таких вещей и строится наша реальность. Поэтому, когда сегодня я провожу бизнес-консультации или когда я сегодня провожу личные консультации, каждый раз я задаю один и тот же вопрос, готовы ли вы к осознанию того, что вы будете менять свою жизнь собственными руками. Это первое. Второе, готовы ли вы к тому, что на это потребуется минимум год. И вот, когда человек осознанно начинает смотреть реалии, ситуации, с какой он сталкивается, и понимает, что ни один, при всей моей самой огромной любви ко всем психологам, тренерам, коучам, программам, которые вы существует, если у вас нет вот этого мешка позитивных семян, который поддержит вашу связь с Катей или с Энтони Робинсоном или с чудо-творцем, который бы сюда не пришел, вы не сможете увидеть результат в своей жизни. Это невозможно, потому что у этого результата нет контакта с вами. Он не происходит сам по себе. Мы думаем, что вот прекрасная чашка, которую я держу сейчас в своих руках, существует сама по себе. Она не существует сама по себе. Она в мою реальность вот красивая с рисунком, с графикой, с золотом пришла, потому что когда-то в своей жизни я очень щедро угощала кого-то или дарила красивые вещи. И вот здесь я дам просто такой маленький бонус. Сейчас, в преддверии 8 марта, женщины друг другу хотят сделать что-то приятное. Мужчины хотят женщинам сделать что-то приятное. Пусть таких мужчин будет больше, и мы их можем создать. Задумайтесь, с какой мотивацией вы дарите подарки. Пойду-ка я сегодня к подружке и отдам то, что мне не нужно. Пауза. Намеренная пауза. Значит, что вы будете ожидать в своей жизни завтра? Вы будете видеть людей, которые в вашу жизнь будут приносить то, что им не нужно. А значит, в этом нет желания видеть вас красивой, счастливой, получившей удовольствие, наслаждение, поделившись с вами чем-то, что действительно вам подоставило удовольствие. И это будет расти по кругу. Почему? Потому что в системе кармических семян все поступки, которые мы совершаем, как же и мысли, как же и действия, они удваиваются со скоростью 65 кадров в секунду каждый день. И если проявится интерес услышать об этом больше, мы с удовольствием с Катей сделаем тренинг на эту тему, обязательно немножко глубже поговорим, потому что это не меньше трех часов, четырех часов материал, и мне бы не хотелось, чтобы вы вот так наскоком в это прыгали. Но вот что бы мне хотелось уже сегодня сказать, когда вы завтра будете думать о том, как вы хотите поздравить подругу, сестру, маму, особенно маму, если она есть в вашей жизни, как вы хотите поздравить партнера, создайте для себя намерение. Пусть это будет самый дешевый подарок, самый дешевый, особенно когда мне девочки говорят, ой, ну это же так стыдно, я лучше подарю дорого, но вот так раз забыла. Не надо этого делать, потому что кто-то вот так раз и забудет вас. Вообще просто поздравить. А вы возьмите недорого, но с огромной мотивацией и положите в эту мотивацию желание увидеть, как порадуется сегодня ваша мама, получив то, в чем она нуждается, а не то, что вам не нужно. И пусть это будет предмет, который будет ей напоминать. И если вы в течение хотя бы 30 дней, потом вечера, будете вспоминать этот момент, как вы вложили свое состояние радости и желания увидеть эту женщину счастливой, когда у нее в руках ваша маленькая вещь, это будет увеличиваться с каждым днем. И вы увидите, как в вашем пространстве появятся гарантированно появятся люди, которые будут точно так же отзываться на первую встречу с вами или на ваши партнерские договора, или на то, что будет происходить. Потому что нет другой связи. Понимаете? И это очень потрясающе. Ты знаешь, вот я сейчас слушаю тебя, вспоминаю все эти моменты наших соприкосновений с тобой в жизни. Я помню тот момент, когда ты прислала мне из Америки свои подарочки. Как это было красиво сложено, с какой любовью. Лена, у меня сто пятьсот браслетов и платочков, но я до сих пор одеваю, уже там резиночка разносилась, а я понимаю, что ты делала это с любовью. Тогда была сложная достаточно ситуация в твоей жизни. Но вот ты сейчас рассказываешь, и я понимаю, как ты это все собирала, присылала. И поэтому, когда я к тебе ехала в Москву, я ходила два часа по магазину, выбирала сережки и думаю, что бы ей очень понравилось. Понимаешь? Я не знаю твой вкус еще. Я говорю, бабочки надо, бабочек таких не находилось в том магазине, в том магазине. Понимаешь, когда ты с любовью, с любовью возвращается. И самое главное, вот та система, которую ты сейчас несешь в мир, я вспоминаю момент, где я посеялась в семье. Потому что эта система приходила ко мне достаточно сложно. Ты один раз ко мне, второй раз ко мне, а я была закрыта. И сейчас я испытываю огромную радость от вот тех моментов, которые я изучаю, применяю в своей жизни и моя реальность меняется. Но я сейчас вспоминаю вот те много лет назад, о которых ты говоришь, и когда я первый раз тебя увидела, и у меня стоял выбор поддержать тебя в твоем движении или не дать двигаться. Потому что ты первая женщина в моей жизни. Я до этого момента не понимала, что такое женская конкуренция, Лен. Вообще, я никогда не чувствовала конкуренции. И когда я видела тебя и поняла, что в принципе эта женщина сейчас легко может стать на мое место, легко, у меня был выбор очень сильный, очень. Я помню тот момент, я помню то место, где это было, происходило, и я сидела и думала, да или нет. А потом я подумала, я не имею права такой колоссальный потенциал прерывать, прекращать, только дать дорогу. И все, что надо от меня, я сделаю, чтобы она максимально раскрылась. Даже если я где-то буду на свалке историй. Понимаешь, я тогда приняла это решение, мне стало так легко, и я так, Лена, давай вперед, поехали. И я счастлива, Лена, что ты там, где ты есть, я представляю, сколько ты сделаешь еще в этом мире красивого, шикарного. И поэтому, так как мне тяжело доходила система алмазного гранщика, но она дошла. Фейсбук глючил месяц. Лена, такого не бывает. Тот пот, где ты меня везла, такого не бывает, чтобы каждый день по пять раз он появлялся у меня в ленте. Такого не бывает. Я не могла тебя заблокировать с этим постом, не могла, потому что я тебя люблю очень. А с другой стороны, ты же уж такое, вот это мучает. И я поехала. Лена, и тебе огромное спасибо, просто огромное спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Да, я очень рада, Катя, причем, ты понимаешь, ситуация тогда как раз вот этим постом, там же было 67 человек, очень близких и дорогих мне людей, которых я действительно хотела видеть тогда, в тот момент, на мероприятии в Москве. И я безумно благодарна моему партнеру, моей ближайшей подруге Виктории Макаровой, которая сейчас является учителем Diamond Cutter Института, которая является носителем вот этой вот мудрости на территории России и работает в проектах. А Вика мне говорила, ты посмотри, мы пробиваемся просто через хрустальный занавес, потому что у нас вот это вот отражение как бы граней от тех людей, которые мне отписывались и говорили, да до каких пор я буду видеть ваши сообщения. Я просто улыбалась и говорила, ровно до тех пор, пока вы не позволите себе чему-то новому прийти в вашу жизнь и хотя бы это послушать. Не надо отвергать. Мы готовы сразу всегда поставить клеймо на все. Мы просто готовы. Почему 50 тысяч лет мы живем с искаженным сознанием? Мы просто родились с этим искаженным сознанием. И вопрос, если кого-то это устраивает, никаких проблем, тогда не делай хотя бы больно рядом стоящему, просто не делай больно. или представьте, просто представьте, если каждый из нас позволит себе один раз хотя бы послушать, сделать еще один шаг для того, чтобы тот, кто рядом с нами, задумался о том, хотим ли мы жить в жизни, где у нас сплошная конкуренция, о которой сейчас сказала Катя, или хотим мы жить в том окружении, где каждый будет друг друга поддерживать. И ведь посмотри, как все вылилось. Ты была на грандиозном мероприятии в полторы тысячи человек. Ты была представлена одним из самых близких партнеров. Сейчас ты наш один из первых партнеров мероприятия на 2018 год, которое у нас состоится в ноябре. И ты сейчас так твоему окружению даешь информацию параметрами выше по тому, как оно возвращается к ним результативно в жизнь, чем это было раньше. Кто выиграл-то? Понимаешь? И вот эти все моменты, они к нам приходят довольно сложно. Они приходят сложно, потому что у нас есть определенные obstacles, препятствия. И как работать с этими препятствиями, это тоже целая тема. И мы тоже с Катей говорили о том, что если это было бы интересно слушателям, мы могли бы сделать тренинг онлайн и рассказать вам, как работать с теми препятствиями, которые составляют временную планку, почему вы не видите сразу, даже если вот завтра вы будете делать только хорошие вещи в своей жизни, почему вы сразу не увидите положительный результат? Потому что есть вот эта самая временная граница, потому что нужно сначала вычистить, как я говорю, чашку невозможно наполнить, если она полна. Ее нужно опустошить. Но опустошить это не значит, как я много лет назад просто закрылась и сказала все, вот пусть мир будет сам по себе, я сама по себе и буду вот сильно-сильно-сильно выкарабкать. Не надо этого делать. Нужно просто правильно пересмотреть систему, в которой вы живете. нужно задавать себе вопросы, потому что логика существует даже в философии тормического менеджмента, даже в философии алмазного огранщика. И вот пусть эта философия состоит из логики, у меня настолько все там логично. Абсолютно. И поэтому как раз-таки большое количество людей, которые привыкли жить нелогично, которые привыкли жить интуитивно, они очень резко отходят от нее. Они очень медленно к ней приближаются. Почему? Потому что я так привыкла, мне так комфортно, мне так легче, мне так проще. Но вопрос... Снять обязательства проще. Понимаешь, когда проблемы, ты понимаешь, что ты должна или должен разгрести все эти проблемы шаг за шагом, это же какая ответственность, это же какая работа, проще списать все на судьбу, что вот это вот такая моя судьба, такой мой крест, я буду его нести дальше, понимаешь? И ждать волшебника в полете. Поэтому вот, не знаю, в заключении как-то своего разговора, Катюш, с тобой, мне бы хотелось акцентрировать несколько вещей. Первое. Обязательно найдите в себе то потенциал, то занятие, в которое вы вкладывали много лет, на кого бы вы не учились, было ли у вас медицинское образование, было ли у вас финансовое образование, было ли у вас просто образование быть домохозяйкой, найдите какое-то хобби, которое вы можете делать с легкостью и с любовью. И из этого обязательно начинайте выстраивать свой стержень. Второе. То, что вы умеете делать, и если вы приходите в эту материальную жизнь, никогда, пожалуйста, не позволяйте себе проваливаться в одну канаву либо в другую. Потому что между материальными благами и между трансформацией, духовным развитием, личностным развитием всегда есть целостная связь. Одно не может жить без другого. Вы будете просто вываливаться, вас будет уносить либо совсем-совсем, как многие говорят, о, философия алмазного огранщика, секта. Хорошо. Это будет секта. Многие говорят, сейчас займусь духовностью, сейчас буду перечитывать, сейчас вот буду развиваться, и вот не надо мне никаких благ, вот буду прям скромненько в одном платьюшке с одним рюкзачечком. Если только вы начинаете это делать для того, чтобы подавить себя, вы тогда в конечном итоге себя вообще просто уничтожите. Потому что когда у вас есть финансовая свобода и та финансовая свобода, которая уже покрыла нужды, которые у вас есть как основа, как база, то тогда из этого состояния вы можете делать колоссальные вещи. Нужно только правильно находить источник, во что вы хотите это вкладывать. И я, например, как финансовый консультант, который сегодня ведет огромный проект. Я сегодня занимаюсь тем, чтобы научить людей финансовой грамотности делать накопления. Мы это делаем в Австрии, накопительные программы с системой обязательно страхования или просто я собираю финансовые портфели 500 лучших компаний в мире и мы показываем как грамотно работать даже если у вас есть маленькие деньги, но вы хотите понимать основу как это к вам приходит. И мы теперь стали использовать систему алмазного огранщика для того, чтобы объяснять людям, почему важно сделать сначала намерение. А зачем я это делаю? Я это делаю для того, чтобы показать моей соседке, что я все-таки круче и машина у меня круче? Или я это делаю, потому что заработав дополнительный какой-то капитал, я с радостью могу инвестировать в какой-то из проектов, которые делает Катя или делают наши компании, для того, чтобы помочь тысячам, а из тысяч миллионов. Вот понимаете? И вот так начинает разрастаться ваш внутренний потенциал. Поэтому огромное спасибо в преддверии 8 марта. Я хочу пожелать каждой женщине шпилька красивая, яркая, обязательно та прическа, которая будет вот ломать все стереотипы за последние 10 лет и ваше мастерство, в которое вы уже вложили время, вы уже вложили какое-то желание, чтобы оно у вас действительно давало и приносило вам что-то в эту жизнь. Не расставайтесь с этим. Просто научитесь балансировать духовное, финансовое, личностное, и в этом будет тогда и здоровье. Потому что тело, как я поняла из собственного опыта, даже когда не ходила, что тело в самый последний момент проявляет большим звоночком о том, что-то происходит внутри. Будьте счастливы. Лена, спасибо тебе огромное, зарядила, дала очень многим я так думаю надежду и вот это состояние бабочка. Спасибо тебе солнышко огромное.